Здравствуйте, меня зовут Вадим Климов, я автор программы Афиша, в которой мы рассказываем о культуре в городе Барнауле. Я внимательно изучаю культурное пространство города, стараюсь анализировать для того, чтобы выявить проблемы и предложить возможные их решения. И проблем много. Какие бы ни писали концепции, какие бы ни принимали основы государственной политики в области культуры, все решается только на местах. Сегодня мы поговорим о театре музыкальной комедии. В ресторан Кукулекс я пригласил директора театра Галину Анатольевну Санжарову. Скромно, за чашечкой чая мы затронули много тем. Послушайте, о чем мы говорили. Мы в ресторане Кукулекс. Здесь светло, уютно. Мы будем говорить о культуре. Мы всегда в программе Афиша говорим о культуре. В гостях у нас сегодня директор театра музыкальной комедии Галина Анатольевна Санжарова. Поговорим мы о театре, о сезоне, о том, как непросто, наверное, сейчас театру музыкальной комедии, а может и хорошо наоборот. Вот сейчас это все и выясним. Но начнем с планов на сезон. Вы открыли сезон большой серьезной постановкой ползунов. Спорно, не спорно. Мы это будем разбираться потом, в дальнейшем. Какие планы на сезон и какие цели? Планов много на этот сезон. Мы как раз сегодня обсуждали и практически до мая месяца, до закрытия сезона мы обсудили наши все творческие планы. Следующая, получается, у нас премьера. Это будет «Алые паруса», которая состоится 30 ноября. То есть осталось совсем немного времени. Сейчас мы прям усиленно работаем над этой постановкой «Алые паруса». Затем, естественно, идет огромная новогодняя кампания, в которой мы попытались объединить направления все, начиная от полуторагодовалых детей и заканчивая нашим взрослым зрителем. То есть будет и в рамках «Бэби-театра» мероприятие параллельно будет идти «Сказка на большой сцене». Это у нас будет «Сказка-морозка». И, естественно, мы не обойдем стороной наших взрослых зрителей, это корпоративы, которые также будут проходить и на большой сцене новогодний спектакль «Канкан». И на малой сцене мы делаем такую уютную атмосферу в стиле «Голубого огонька», как раньше было. Называется у нас «Елки-палки-шоу». Это будет на малой сцене. Это эксперимент. Естественно, нам страшно пока, как это все будет разводиться. Но мы составляем графики, то есть надеемся, что мы все вкусы, все интересы удовлетворим наших зрителей. Дальше, после Нового года, январь, естественно, мы тоже продолжаем новогоднюю кампанию. А в марте месяце мы готовим премьеру «Цыганский барон». Это классика, это нужно зрителю. То есть без этого наш театр не может обойтись, поэтому мы готовимся усиленно под наш оркестр. Но «Алые паруса» – это тоже, в принципе, классика, только советская классика, наверное. Кстати, про классику, да, и вот про модерн, скажем так. У театра есть такие три важных направления, как мне кажется. Это попытка ставить совершенно такой классический опереточный репертуар «Сильва», «Байдера», «Цыганский барон». Это попытка делать спектакли советского периода, там «Белая акация», вот «Алые паруса», даже некоторые там рок-оперы, если мы вернемся. Было удивительное направление с иностранными мюзиклами, как-то немножко затихло. Почему, кстати? Ну, во-первых, потому что все, что касается, допустим, авторских прав, да, то есть сейчас мы стараемся все это привести в порядок, почистить, как говорится, да, русским языком. Поэтому вот сейчас мы надеемся, что у нас все будет в порядке с авторскими правами, поэтому мы… Да, и, наконец, еще одно направление – это такие самостоятельные работы, это как раз, например, «Голубая дама», «Ползунов», может, еще что-то я сейчас сразу не вспомню. Как вы пытаетесь разделить репертуар? Или вы от чего действуете? От желания режиссера или вот от той необходимости для театра какой-то репертуарной политики? Как она строится? Нет, ну, в любом случае у нас же есть какая-то единая команда, да, в которую входит, конечно, и режиссерско-постановочный состав, и руководство, да, в лице директора, и администраторы, так скажем, да, замдиректора по зрителю. То есть они нам говорят, что хотят сейчас зрители увидеть. Естественно, Константин Александрович, понимая, что нам не обойтись в любом случае без классики, там, без малой сцены, как вы говорите, и без мюзиклов. Естественно, вот в совокупности мы все это собираемся, обсуждаем, и все, что будет продаваться, так скажем, да, в любом случае, все, что будет продаваться... Вы знаете, эта тропинка ведет к пропасти, я вам хочу сказать, то, что будет продаваться. Тогда в вашем большом красивом театре будут висеть только черные куртки, черные штаны и черные шерстяные шапочки. Ну, пока же мы это, мне кажется, удачно лавируем между тем, что будет продаваться и качеством того, что мы делаем. Хорошо, вернемся к репертуару на сезон. Значит, алые паруса, цыганский барон, понятно, но вот детская, то, что называется новогодняя кампания, как вы сказали, для детей. Что особенного будет в этой новогодней кампании? Ну, я считаю, что наша сказка для детей «Морозка» – это будет такое очень радостное, веселое, светлое, светлый продукт, так скажем, да. Вот, работают наши художники, наши режиссеры, наши балетмейстеры, вот, поэтому, я думаю, что получится такое замечательное мероприятие. Сказки вам удавались, но в основном сказки, которые, скажем так, как раз уже много раз инсценированные, то есть это имеющие такую кинематографическую, мультипликационную историю. «Морозка» тоже достаточно раскрученная сказка. А почему? Это как-то раз маркетинговый такой ход, а для того, чтобы зритель знал уже, на что он идет, но он же увидит совсем другое представление. Вот как раз не кажется вам, что вот здесь есть такая вот, непонятно, не стыковка, а врезание какое-то. Зритель идет на одно, а видит совершенно другое. Нет, я... Просто получается, что мы нашли хороших авторов, да, хороший материал, и Косте очень это понравилось, то есть это сказка. Вот, и поэтому, собираясь, опять же, творческим составом, с художником и со всеми, то есть сразу все это все увидели, как это будет выглядеть, как это будет красиво, тем более мы сейчас пытаемся к Новому году изменить интерьер самого театра, то есть как мы будем это оформлять, и поэтому все в такой сказочной атмосфере, я думаю, что... Помимо обыкновенной такой традиционной новогодней кампании в этом году в театре затеяли такую, ну, не знаю, как это правильно, бэби-бум. Такую, да. Расскажите, что это такое, потому что не очень понятно на самом деле. Бэби-бум, да, бэби-театр, театр на подушках мы еще называем его между собой, да, театр на подушках, потому что это довольно мягкое, уютное пространство, в котором дети могут безопасно передвигаться, играть с подушками, с мечами, с шарами, греметь, стучать, то есть это их пространство. То есть оно вмещает не так много детей, это порядка 50 детей, соответственно, они с родителями, потому что вот полутора лет. Вот, и поэтому очень так все уютно, мило, с подушками, все валяются, поют песни и участвуют в самом спектакле. Вот, естественно, на сцене в течение часа идет небольшое интерактивное представление, спектакль с участием детей. То есть если это сказка из песка, то у нас дети участвуют в рисовании по песку. Если это музыка из шкафа, то есть, да, то есть у нас дети также на сцене участвуют с участниками спектакля, то есть они гремят там в кастрюльке, то есть ложками, то есть откуда звук. То есть в любом случае направление идет как обучающее, потому что дети понимают, какой это цвет, там у нас было путешествие на радугу, да, то есть это была музыкальная такая интерпретация, но все это с обучающим эффектом так скажем о цветах а музыки но это также по билетам это это также это не грибы детского сада что называют нет нет это родители мы потихоньку начинаем раскручивать то есть у нас воскресенье уже в 11 часов как бы зритель привык то это будет по субботам 11 часов и вот мы хотим прям приучить не смотря то что допустим там вот там прошлую субботу было ну там 30 или 40 человек в любом случае проводим потому что надо приучать и сейчас уже конечно резонанс после последний у нас был в гостях у кота леопольда где у нас и папа и мамы дружно пели и хлопали вот то есть они стали что все мы обязательно придем уже на следующий спектакль я сейчас подумал о том что вот вот здорово что вы закрываете такую детскую нишу и готовите человека к театру неважно к музыкальному там театр вообще к восприятию театра это очень серьезно сейчас потому что многие вообще не понимают что такое театр и как мне кажется это такая зона подростковая современные подростки от там 12 до 16 лет они вообще не врубаются театр им не интересно не любопытно это не их пространство и у вас кстати ничего подобного по моему нет или есть ну вот собаки должно же было собаки конечно да мы я считаю что все таки мы охватываем пусть немного но охватываем то аудиторию старшеклассников да то есть обязательно на собаки всегда у нас аншлаги организованный зритель то есть это школьники да воспринимают все вот я замечаю да сижу за реакцией нашего зрителя подросткового то есть они понимают они все равно понимают вадим на самом деле вот у меня ребенок подросток 14 лет он не ходит на все спектакли смотря на то что он ходит потому что нет не потому что и у него класс ходит сейчас какая-то зона маркетинга которая пытается все время выйти вперед театра то есть театр еще ничего не сделал маркетинг должен это понять осознать анализировать и продать многие директоры театров сейчас как раз говорят о том что это одна из самых сложных проблем если перегнуть то пресса отказывается писать поэтому маркетинговые отделы рекламные отделы придумывают какие-то безумные акции для журналистов для того чтобы заинтересовать журналиста они зрителя читателя и там подобное мы тут недавно затеивали его как раз историю о том что современная пресса очень странно стало писать о событиях культуры как вам кажется местная барнаульская пресса отзывчиво к вам или вам действительно приходится придумывать какие-то такие извращения для того чтобы заставить журналистов заинтересовать журналисты не на самом деле это огромный труд такой отдельный блок можно сказать что перед каждым каким-то любым новым проектом мы собираем ты такой мозговой штурм и обсуждаем а для чего нужен этот сюжет кому он будет интересен а для чего вот тут мы напишем кому он интересен то есть чтобы охватить каждую публику мы прям продумываем каждую как вы говорите акцию чтобы заинтересовать журналистов это тяжело то есть и сейчас на данный момент наш отдел маркетинга он скорее всего даже на каких-то личных до своих взаимоотношениях с прессой вот он договаривается когда падаю в ноги говорю ну пожалуйста нам нужно срочно сделать репортаж проблема и проблема есть мы выдумываем придумываем чем от вас завлечь к нам чем интересно на какие то есть в первую очередь становится нет спектакль как события важная для прессы а какие-то уловки грубо говоря цвет нижнего белья главной героини ну можно так сказать отрирует ну да отличный просто ответ потому что на мой взгляд так оно и есть еще один такой непростой пункт это финансирование театра дело в том что массового зрителя и вообще у публики сложило впечатление что вы живете за счет государств вот сколько государства выделила вам средств так вы на хлебниками и живете я же знаю что театр достаточно серьезно зарабатывает потому что билеты-то продаются сколько кстати у вас сейчас заполняемость процентах примерно сейчас у меня вообще по плану как бы дойдет 430 мы строимся от при зале 680 мест 430 человек должно быть у меня в зале то есть 65 процентов где-то человек приходит в год в театр 80 70 ну я помню ты способен дата больше 80000 где-то данными да где-то то есть ответственно более 80 тысяч билетов продается плюс проходят какие-то аренды еще что-то и там по душе театр зарабатывать но мы стремимся к этому поэтому и все наши проекты дополнительные они же не просто так они в любом случае конечно и охватить нишу да там детей взрослых пожилых но при этом просчитываем чтобы это не было в убыток театр чтобы мы хоть немножечко каждую копеечку зарабатываем а почему тогда вы все время просите денег у государства ну как потому что у нас очень много затрат на постановки на ремонт и на содержание здания очень много уходит на налоги а если бы вы не так не платили налоги вам бы хватало если бы нас конечно поддерживали хотя бы там да вот убрали бы допустим часть налогов то было бы гораздо легче то есть я так понимаю государство дает вам заработать вы зарабатывать потом берет с вас налоги ну естественно мы должны платить государства а потом опять выделяет вам деньги надо но это какая-то странная круговедь 2 это же кавка это же замок получается прицель ну это же видите это же наша жизнь это как говорится как государство решило так мы и будем работать давайте поговорим о режиссерах у вас два режиссера сейчас константин александрич яковлев который работает уже более десяти лет в театре и за последние годы скажем так приглашенных режиссеров не вы не можете себе это позволить или под каким-то другим причинам нет я думала на эту тему кстати да придя вот к руководству я думала почему так происходит вы вы же у нас опыт приглашали режиссера но как-то вот она вот не получилось и не пошло я не знаю по какой причине может быть нужно искать на самом деле привлекать на сегодняшний день пока пока вот наше планирование да вот мы вот наверное идем в какую-то вот в одной струе с режиссером и пока все устраивает пока вот не вижу я смысла кого-то приглашать но естественно это не говорит о том что мы не будем пробовать и появился второй режиссер татьяна столбовская которая пытается ставить что-то пока на малой сцене это такие дебютные спектакли один получше другой похож вы планируете в этом сезоне какую-нибудь большую работу для нее ну на большой сцене нет но малая сцена однозначно будет то есть то весна пока не могу сказать какое название но мало сцену мы планируем расскажите подробнее про фестиваль шаг ну вот мы планируем начале мая команду же подсобираются то есть опять и новосибирск там у нас из перми была заявка из москвы заявка то есть там уже пять команд четко уже определились сейчас мы только решаем вопрос кто у нас будет членов жюри и все-таки делаем ли мы вот именно практические какие-то семинары открытые уроки понятно что сейчас сложно сказать кто возглавит жюри кто приедет пока еще до все вот в стадии разработки прошлый раз была такая высокая планка что ниже сделать нельзя ниже не получится а найдете ли вы на это средства ну мы сейчас подали заявку на федеральную целевую программу культуры россии очень надеемся что хотя бы счастье средств будет у нас таки с федерального бюджета нужно уточнить что фестиваль шаг он особенный это студенческий это студенческий фестиваль да и приезжают студенческие коллективы вернее даже так учащиеся вот он несколько раз прошел шаг вы чувствуете отдачу ну конечно у нас же в коллективе во первых появились люди которые там виталий оселюков юлия перемякова да которые были участниками непосредственно этого фестиваля вот ну в любом случае какие-то полезные связи знакомства открытие для себя то есть я думаю что это полезная вещь полезный фестиваль и от него то есть как бы многие там уже не хотели чтобы может быть что вот есть уже такие это может не будем надо может быть не будем кому это надо вроде как что но мы решили все-таки с константином я думаю что в первую очередь это надо театральному сообществу города барнаула и региона он необычный ну и наконец а вы довольны спектаклем ползунов я довольна есть у меня конечно свои тоже там какие-то свое мнение о котором я константин уже сказала но в целом я довольна мы достигли того чего хотели чтобы люди узнали ползунове чтобы это понравилось зрителю чтобы люди захотели перечитать свою историю вот может быть там где-то на ваш взгляд мы там обманули но нет нет на мой взгляд нет я совершенно другой точки зрения смотрел на спектакль это хорошо спасибо большое что вы пришли рассказали о сезоне мы конечно так сумбурно особенно я что-то перебивал вас простите очень много хотелось узнать я хочу подарить вам такую вот карточку на посещение этого ресторана пожалуйста спасибо дамы и господа на мой взгляд театр музыкальные комедии взял большую творческую высоту многие не избавились еще от стереотипа что театр оперетты это что-то такое недавно отколовшиеся отпочковавшиеся от варьете и кабаре и что это такой легкий жанр ничего подобного ну например если нашему театру немного добавить оперы то его можно смело называть музыкальным театром и забыть про комедию в репертуаре театра есть серьезные спектакли ну например любимой публикой скрипачная крыша или премьера 2016 года ползунов ну и целый ряд важно что театр сохраняет высокий уровень классической оперетты это сохранение целого жанра сходите в театр это увлекательно идите в музей филармонию загляните в галерею изобразительного искусства в республику и зону пример не забудьте про кино сеть киномир предлагает жених дуэлянт новая эра z дом странных детей миссис перегрин инферно ледокол и для умных франц и отечественный коллектор с хабенским и ученик кирилла серебренникова всего доброго творческих успехов будьте осторожны и вниматель доверяйте проверенным службам такси такси европа они всегда рядом вызови такси 400 700 тихо маму разбудишь здравствуйте вас приветствует служба заказа такси европа потише детей разбудишь мы всегда рядом в любое время в любое место справедливые цены а а